Добрый вечер! И снова говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня бы хотелось начать с нашей инициативы «Солнечный город». Мы об этом говорили еще зимой. Напомню это коротко, что это такое. На крышах многоэтажных домов, это подрядная организация, будут установлены солнечные батареи. Эти солнечные батареи будут вырабатывать электроэнергию, которая будет реализовываться по зеленому тарифу. Зачем это надо жителям этих домов? В первую очередь, это компания и подрядчикам будет выполнен ремонт полностью крыши. Также тот доход, который будет получать компания от реализации электроэнергии, это полученная батарея с этого дома, будет делиться и на этот дом. То есть оставаться на лицевом счете дома. Что в итоге жители дома могут это потратить на содержание самого же дома. Будет оставаться 25% и по результату этой работы за год, это достаточно большая сумма ожидается. На что люди смогут выполнить либо ремонт парадных, либо какие-то необходимые им работы и задачи. Мы уже начинаем монтаж первых двух комплексов. Закуплено компанией подрядчиков 11 таких комплексов. Уже это полученная лицензия техусловия и полный пакет документов. Также очень важный момент, что на это не потрачено ни копейки бюджетных денег. Все полностью выполнено за счет инвесторов. Все так, как мы говорили полгода назад. От солнечных батарей, от солнечной энергии хотелось бы перейти к не менее солнечному Дюковскому парку. Мы говорили о том, что там начинаются работы, что там в водоеме спустили воду, что там ведется санитарная очистка зеленых насаждений, меняется наружное освещение и так далее, и так далее. То есть вот уже сейчас есть первые результаты нашей работы. Уже полностью поменено наружное освещение на более современное, на экономное и на более качественное. Также уже это почищено один водоем и заменена там вода, большой водоем. Во втором водоеме работы будут выполнены в октябре месяце по очистке водоема и по замене воды. Ну и также ведутся сейчас активные работы по новому асфальтному покрытию, которое ложится по периметру парка на фасадных улицах. Все эти работы, я напомню, выполняются за счет арендатора парка. И действительно уже сейчас парк выглядит совсем по-другому. Эта работа еще не закончена, и я уверен, что совсем скоро мы увидим действительно солнечный, хороший, нами любимый Дюковский парк. И не могу не вспомнить о том, что на линию вышел у нас второй Одиссей Макс. Работает он по седьмому маршруту в Суворовском районе. Час-пик действительно он необходим был в таком большом спальном районе, и мы понимаем, что одного Макса на Суворовский район мало. Сейчас на вагонно-ремонтные мастерские заехал еще один кузов, и мы приступили к сборке очередного Одиссей Макса, который впоследствии тоже это пополнит ряды второго депо и будет это работать по седьмому маршруту. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч!